Всем привет! Начинаю немножко гольфик омолаживать. Так, вот у нас полный комплект крышек. Сейчас буду всё это ставить. Пока машина как раз после мойки, уже чёрный цвет даёт о себе знать. Но даже надпись TSI. Вот так это всё легко одевается и благородно что ли смотрится. То же самое делаем с петелькой ограничителя. Для того, чтобы это всё не забивалось мусором и не выглядело как-то неопрятно что ли. Так вот, вполне себе хорошо. Та же процедура у нас на задней двери. Болтики в глаза как-то не очень красиво бросаются. Поинтереснее будет. Установка крайне простая. Выглядит это всё уже поинтереснее. В принципе хорошо гармонирует. Как раз чёрный пластик, чёрная петля металлическая. Весь процесс занял, ну не знаю, минут 5. Хочу сейчас что-то сделать с этой ручкой. Поменять её на такой же 20-й год. Давно уже лежит, ждёт. Вот сама ручка. Я думаю будет смотреться здесь хорошо и современно. Всё, сейчас приступаю к установке. В принципе там ничего сложного. Я такую ручку уже где-то пару лет назад ставил на Tiguan. Для того, чтобы снять ручку, нужно сначала пыльник оттянуть немножко на себя. Так, всё. Теперь поднимаем кожух наверх. И внизу нас ждёт, как всегда, стопорное колечко. Пытался в итоге снять её, но немножко расслабил. И в принципе ручка снялась. Нам уже здесь нужно питание получить. Через такой вот разъёмчик. Ну вот в эту основную панельку. Надо её снять аккуратненько. Вот так. Здесь уже стоит у нас колечко. Подключаем сюда вот этот разъём. Сама проводка подключается у нас вот в этот переходничок. Эти провода нужно здесь уложить аккуратно, чтобы они не мешали переключению передач. Вытаскиваем заглушку. Немножко язычок на себя вверх поднять. И тогда у вас заглушка выходит. Входит. И выходит. И входит. Замечательно выходит. Не забывайте одеть кольцо. И одеваем саму ручку. Тоже приподнимаем немножко язычок. Проверяем. Букавка П у нас загорелась. Всё работает. Рамку застёгиваем. Смотрим, где у нас там какие защелки. Посадочные места. Потом защелкнуть вверх. Так, всё защелкнулось. Теперь колечко как-нибудь одеть нужно на шток. Сейчас берём клещи. Так, ну вроде как зажалось. Стоит на своём месте. Провод, я думаю, мешать тут не должен. Он под пыльником спрячется. Ну всё, выглядит симпатично. Проверяем. Так, на рамке буква П горит. На ручке тоже горит. Ну всё, отлично. Выглядит. Переключается. Всё удобно. Поставьте лайк, если ролик был для вас полезен. Я думаю, этими ручками уже никого не удивишь. Но, тем не менее, просто решил поделиться с вами небольшим таким опытом. Подпишитесь на канал, если вам интересен этот автомобиль. И что ещё, я буду устанавливать на него лайк, подписка. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok